Он начал писать в начале нулевых, поэтому можно считать, что он стоял у истоков белорусской современной драматургии. Его пьесы часто не театральны, ведь некоторые состоят всего из нескольких предложений, тем не менее их ставят по всей России. Павел Пришко – молодой белорусский драматург, которого уже считают феноменом. Я предлагаю такую небольшую игру, что ли. Мне очень интересно знать. Если можно, поднимите руки, кто сегодня пришел на фамилию Павла Пришко, на то, чтобы ознакомиться с текстом, который будет сегодня представлен. Если можно, выше. В Беларуси Павел Пришко бывает наездами, а когда приезжает, предпочитает находиться инкогнито. О его присутствии знают только самые близкие друзья и коллеги. Журналистам интервью не дает, личного телефона нет, а связаться с ним можно только через его гражданскую жену в социальных сетях. И не факт, что повезет. Поэтому на сегодня он остается самым загадочным белорусским драматургом, которого пока больше знают в России, чем на родине. Там уже есть созданная театральная среда, есть зритель, который понимает, что не идет на Пришко, а значит, это будет что-то, скорее всего, будет что-то нетрадиционное. То есть люди уже готовы увидеть что-то, над чем нужно задуматься. Павел Пришко учился в Минске сначала на юриста, потом на ветработника. В первом случае ушел сам. Во втором выгнали через полгода за неуспеваемость. Его реалистичные тексты не пришлись по вкусу преподавателям. Как раз вот это 2002-2003-2004 года, когда в России активно начало развиваться движение новой драмы, появились все вот эти «Ноясная поляна», «Новая драма», «Тольятинские чтения», то есть очень много конкурсов. И он начал вот то, что пишет, просто рассылать, тотально рассылать на все конкурсы. Конечно, наверное, были отказы, да, они там не сразу он, но он как-то не сдавался и продолжал рассылать. Ну и дальше произошел такой вот естественный процесс. Стоило где-то на каком-то конкурсе ему войти в шорт-лист, на следующем конкурсе к нему другое отношение. Все понимают, что это феномен. Хотя при этом тоже театральная российская следа раскалывается, да, кто-то считает, что это все профанация, это желание какой-то там скандала. Но возникает несколько, допустим, критиков. Вот Павел Руднев, он сразу, да, писал об этом как о феномене. Еще несколько человек, которые как бы, ну, просто увидели это явление. Вот. Ну и дальше была «Жизнь удалась». Речь Анатолия Смелянского на «Золотую маску», когда он объяснял, почему спектакль по этому пьесе получает «Золотую маску», это как бы была полная легализация Павла Пришко. То есть он уже может нравиться, не нравиться, но как бы он уже как явление свершилось, и дальше уже пошел такой процесс. В Беларуси, к сожалению, так это все не получалось. Однажды одна целая лаборатория была посвящена пьесам Павла Пришко. Причем, мы ему это хохотали, потому что критики, которые были в жюри, наши белорусские, они нас собрали, молодых режиссеров, и сказали, ваша задача убедить нас, что Павел Пришко не страшный драматург. Все стоят, смотрят, как Ира выкладывает яблоки из ящика на землю. Красивые какие. Не, прикольно. И еще вкусные, и сладкие. Они зимой будут вообще. Сейчас они такие твердые, а вот зиму полежат, они тогда зимой такие точные. Нажима! Ну, дай мне посмотреть. На. Ира протягивает яблоко Валерию. Валерий берет яблоко. Тексты Пришко пугали некоторых своей нетеатральностью. Его герои и не герои вовсе, а реальные люди с реальными переживаниями, пусть и не о высоком. Кажется, что он сам не придумывает текста, а занимается плагиатом, перенося на бумагу то, что подслушал в транспорте, на улице или общественном туалете. Перед 23-м Димин брат утром ехал от подруги, которая живет в Сухарево, в маршрутке 1134 и стыклился с ментом, одним курсантом. Тот не хотел передать деньги водителю, потому что дальше перед ним никто не сидел. Димин брат с заднего сидения так протянул деньги перед сидящим ему ментой и попросил ему, передайте. Амин что-то как-то замычал, что-то указал, что смотри вперед, даже не сказал ничего, просто промычал что-то, скорее всего, не знал, что сказать. Но Димин брат понял, что впереди никому нет, кому я буду передавать. Я же тебе типа не подорвусь, не побегу к водителю оплачивать. Встань, сам жопу оторви и заплати. Когда мы учились, вся система образования строилась по классической модели, понимание театра, как система Станиславского, о том, что театр должен нести великое, вечное, правдивое. И, конечно, когда мы искали какие-то тексты для постановок, отрывки, то мы искали какие-то тексты о вечном. И, конечно, после уже такого мифологизированного Чехова или Шекспира берешь в руки текст молодого автора, где там герои, это гопники во дворе. Ты начинаешь думать, что это все низкое, недостойное, и что это временное. Но как раз вот в годы моего студенчества была такая первая волна интереса к новым молодым авторам, и несколько читок мы готовили. Вот, и в том числе запустилась мастерская в Могилеве на Мартконтакте, тоже только молодые авторы. И надо было что-то выбрать. Я перечитала и выбрала Причко. В его вот этих пьесах все равно пыталась найти какой-то художественный образ, метафору, максимально уйти от реальности, все равно создать какое-то такое поэтическое пространство. После текста «Жизнь удалась», такого одного из самых скандальных и неоднозначных его текстов, произошел у меня такой слом очень сильный. Когда я начала понимать, что делает Павел, и что за этим действительно стоит как бы не просто желание такой славы скандальной и легкой, а нечто большее. И вдруг мне стало интересно, допустим, если работать с текстом Павла, то сделать не себя, а сделать этот текст. Я поняла, чтобы текст не начал тебе мстить, мешать и так далее, нужно пытаться просто вот каждую букву этого текста найти вот эту форму адекватную. Потому что если меняется герой, если меняется пьеса, значит должен меняться театр. Значит, да, спектакль уже не может выглядеть так же, как, да, для пьес там 30-40 лет назад. Я подошел поближе, чтобы услышать, ну, как он говорит? Он был с помощником. Они им что-то говорили, говорили, а я вижу. Он их не слушает. То есть как? Слушает, но не знаю как. Как в полуфа говорят. Почти не слушает. Я не услышал вообще ничего, что он говорит. Пришко не любит повторяться и кажется постоянно в поиске чего-то нового. Его пьеса «Я свободен» состоит из 535 фотографий и всего из 13 реплик титров. Это спектакль и размышления о современном кризисе слова, который сегодня теряет позиции. Сегодня ему на смену приходит тотальная власть визуальности. И слово даже в современном театре перестает быть способом воздействия на зрителя. У Павла есть такое качество, поиск. Он существует в таком состоянии постоянного наблюдения за этим миром. И понимание там себя в том, что его окружает. И поэтому, допустим, если он что-то попробовал, он понял, как этот метод работает. Он начинает думать, а как можно по-другому. Он, наверное, в Беларуси один из первых, кто начал использовать вот эту технику вербати. Когда драматург ходит с диктофоном, записывает. Он, например, говорит, я хочу написать пьесу о рабочем заводе. Он выходит на улицу, ищет этого рабочего, разговаривает с ним, записывает его речь. И максимально пытается перенести вот эту реальную речь этого рабочего в пьесу. Таким образом, создавая новое понимание правды. Иногда его пьесы настолько лаконичны, что состоят всего из нескольких предложений, как история про солдата. Солдат пришел в вольнительную точку. Когда надо было идти в армию, он в армию не пошел. Критики считают, что Павлу Пришко удалось изменить ход развития современной пьесы. В 2007-м на фестивале «Любимовка» в Москве молодые режиссеры соперничали за право ставить читки по его пьесам. А после этого объединились, чтобы учредить театр его имени. Сегодня его пьесы переведены на польский, немецкий и финский языки. А в 2010-м пьеса «Жизнь удалась» удостоена премии «Золотая маска». У нас почему-то не торопятся. Когда спрашиваешь, почему нет таких современных провокационных пьес, говорят, что на это не пойдут, в залов-то будет. Но пока даже те читки, которые мы делаем, просто показывают наоборот, что приходят в театр люди, которые сейчас в театр не ходят, потому что они не видят там спектакля про себя. И как раз вот эти спектакли могли стать театром для вот этой новой генерации. Сейчас как раз Катьяна Ларина сделала урожай. В Могилеве поставила Катя Веркова хозяин кофейни. Ну, этого должно быть больше. Вот так, как это происходит в России, чтобы, ну, как-то явление Павла Пришко и у нас тоже стало известно. Но, тем не менее, если там лет через 10 российские критики будут писать, что Павел Пришко – это российский грамматург, то мне будет обидно, но я пойму, потому что надо признать факт, что его сделал российский театр. Радиоведущий, актер, режиссер, музыкальный редактор Николай Рудковский – личность разносторонняя, но его настоящее страсть – это театр. Его пьесы известны по театральным читкам и фестивалям, а женщины Бергмана и инфляция чувств уже давно живут своей самостоятельной сценической жизнью. На боже-то тебе голос! На боже ты спел! Ну, кому? Ну, кому от этого доброго? Ты что, думаешь, публици? Дороженькая моя, ты вот сно помыляешься! И на сегодня тебе аплодируйте, кричать «Бей! Бей!» А на завтра никто не вспомнит твоего имя! Ты будешь стареть, севеть, а тебе никто не потелефонуя! Но вот когда ты помрешь, то ни вводит телевизийный канал не будет смутковать праведомую некую испевачку! Это выдастно! Ты будешь меня не слухать! Это выдастно, что ты спратила голос ненавидных опер! Это лёд! Это лёд! Тебе робит ног сапу! Он всегда трепетно относился к слову, поэтому сначала решил учиться на филолога. Он захотел, чтобы его слово услышали со сцены, поэтому стал ходить на театральные курсы. Как он сам говорит, это помогло ему писать более осмысленно. Филолог трансформировался в человека, который изучил сцену и внешне, и внутренне. После филфака БГУ поступил на режиссуру в университет культуры, и однокурсники мои попросили написать пьесу. Что-нибудь такое новенькое, про наше поколение, чтобы, может, даже удивить, чтобы это нас захватило. Ну, давайте попробую. Стал писать слепую звезду вот так вот, необычно. Скорее всего, первая пьеса была на одно вдохновение. Я не знал, чем она закончится, не знал сюжет, характер. Вот пошел писать и написал. Естественно, никому не рекомендую так писать. Это можно только один раз. Дальше это может обернуться просто трагедией или драмой. Потому что все-таки потом надо ставить какой-то план конкретно для себя, выстраивать систему, а потом, конечно, уже вдохновенные, творческие, талантливые это писать. КОНЕЦ Сразу после слепой звезды женщины Бергмана. Название скорее рекламный ход, никаких аналогий с известным шведским драматургом нет. Пьеса родилась благодаря двум однокурсницам, которые играли в слепой звезде и были недовольны распределением ролей. Мол, одной много текста, а у другой очень мало. И требовательно намекнули, чтобы во второй пьесе Рудковского было все наоборот. Через несколько дней он увидел фильм Бергмана «Персона» и понял. Он напишет пьесу, где одна героиня будет все время молчать, а вторая бесконечно говорить. «Персона» И там была томская актриса, которая увидела эту постановку и своей коллеге по Томску сказала, что там был замечательный спектакль. Вот автор такой-то, пьеса такая-то. И она меня долго искала в интернете, еще тогда пьеса не была выложена. В общем, она искала, 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 искала. И вот, наконец-то, нашла сайт радио и написала мне письмо. Вы тот самый Николай Рудковский, не тот самый Николай Рудковский. Все, пришлите мне пьесу. Приславная все замечательно, я в нее влюбилась, вот нашла деньги. И поставили в независимом творческом альянсе Томска спектакль. Тоже очень интересная версия. И дальнейшие же постановки, да, это или журнал «Современная драматургия», или латвийский режиссер Айварс Ишкелис Луфминский, он увидел, да, мой спектакль, или интернет-конкурсы. В Минске пьесу «Женщины Бергмана» хотели поставить сразу семь режиссеров. И только через восемь лет восьмой режиссер довел ее до премьеры. Мне очень понравилась эта пьеса. Какой-то своей такой глубиной, каким-то криком отчаяния, таким вопль о спасении утопающего в этом мире. Она меня тронула, я вам честно скажу. Плюс еще качественная игра Людмилы Сидоркевича и Татьяны Мархин. Такое запоминающееся зрелище, глубоко психологическое, и которое тронет тебя до глубины души. Поэтому я как-то отметил для себя Николая и стал как-то так наблюдать за ним. Потом вот мы вместе участвовали в проекте «Минск. Я люблю тебя». Хотя я его и не ставил, но тем не менее с интересом смотрел, как его самый чистый город, новелла, развивалась. Это тоже написано с юмором, с иронией. Вообще он, так сказать, один из тех немногих авторов сегодня, которые умеют при легкости подачи сохранять глубину и иронию. Вот это его такое интересное качество. Поэтому мне кажется, что Коля один из таких сегодня современных, хороших белорусских авторов, крепких. Потом Рудковского просят написать тему о войне. Для него непростую тему. Даже, например, это тоже пьеса из ряда, когда поставил себя настолько в угол, зажал, чтобы вырваться из рамок, что можно еще там написать на тему войны, допустим. Хотя, конечно, война отошла на другой совершенно план, но где-то два месяца мучился, потому что ничего я там смогу, если там вообще не воевал. И вообще это все халтура ненастоящая, какие-то такие поддавки, в которые я не верю и которые вызывают даже какое-то возмущение и отвращение. Ну и в 21 веке вообще неинтересно, по большому счету. И вот от этого возмущения, от этого понимания того, что я это не могу, я решил, о, а почему быть тогда об этом пьесу? А в этих мучениях о том, что все это как бы другое время, о том, что мы уже не можем уже жить с тем прошлым. Героиня-актриса, которая от этого мучается, от того, что она вот распределена в пьесе о войне, которую там режиссер поставит лишь бы ставить, она вот не верит этому. И она хочет действительно создать что-то вот хорошее, блестящее воплощение на сцене образа партизанки. Тиши, не храпи. Тиши, повернись на другий бок. Тиши, немцы поджують, прыдуть, не ой, а не храпи так моцно. Всех фашистов разбудим. Ты спять, твои фашисты. Я спять. Спять. Дрыхнуть. Забудь, моцно, я не стомились за день, отшупать партизанам, расстреливать их, и спять их забитые. Что ты верзешь? В Минске пьесу приняли неоднозначно. Началось все с того, что на фестивале «Панорама» в онлайн-проекте молодой режиссер Павел Харланчук поставил отрывок из пьесы. Верочка, Верочка, слушай, слушай, а мы не взлетим, нет? Не дрей. Вера, не дрей, хорошо. Вера, 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 а это не опасно? Пока не опасно. Пока не опасно, хорошо, Вера. Обычное машинное масло и бензин. Ой, не нравится, Вера, мне этот коктейль Молотова. Нас состыковали с Колей Рудковским, и он мне сразу дал почитать. Это не была готовая пьеса. Это были именно вот сцены, тот кусочек. И она была поставлена тогда в 2009 году с купаловскими актерами на купаловской сцене. А это был такой, ну не знаю, как это назвать, дайджест такой белорусским драматургам и режиссерам. То есть такой обзор, на что способны. Ну вообще, в принципе, интересно, то есть практически в такой импровизационной форме, в очень сжатых условиях и сроках надо было что-то выдать такое, что было удобоваримо или интересно, или, по крайней мере, не скучно для зрителей. Благодаря действию партизанских отрядов советские войска наступали, а фашистские отступали. Многие впали. Больше позитива. Отрывок пьесы увидел Валерий Анисенко и был им возмущен. Но через год в Ереване он услышал пьесу целиком, понял, что неправ, и предложил поставить дожить до премьеры в Театре белорусской драматургии. Вера! 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 Что такое? Вера, пожалуйста, успокойся и присвяжи меня. Вера! Не, Вера! Вера, это немогчимо! Так велька, Вера! Вера, нет! Вера, это жестко! Вера, Вера, ты не такая, чувствуешь меня? Ты не такая, Вера! Вера! Я прошу тебя, мне хотя бы крыша искусств поджимания! Есть люди, которые сразу пишут начисто велье. Стихи пошли, вот так, и ни строчки меньше, ни больше, хотя ему многие говорят, что это не то, и это не подойдет для театра, это для кино и так далее. Кули есть очень хорошая черта, он абсолютно пластичен в этом плане, он относится к этому нормально. Он понимает, что с материалом, с его материалом, который он выдал, работает другой человек, с другими людьми для других людей. И он понимает, что есть какие-то вещи, которые кто-то может принять, кто-то не может принять. Он не добивается, чтобы его ставили от реплики до реплики. В этом плане он доверяет человеку, которому он доверяет. Плюс ко всему, он еще принимает двои условия игры. Пьесы все сокращаются, в театрах это, ну, без этого никак. Сокращаются все, и Шекспира, Пушкин все сокращаются, и Мицкевич все. Вот, и мне нравится, что он относится к этому не как к такой хирургии, да, по отношению к его работам, а как к способу донести это до людей. Пьесы Николая Рудковского, они, это другой театр, чем и Павла Пришкова. То есть, когда я думала о том, как его можно, скажем, охарактеризовать, то мне пришло в голову, что, ну, во-первых, все-таки Николай Рудковский пишет для театра. То есть, его пьесы, они действительно, они вот предназначены для постановки на сцене. Он как раз создает персонажей героев в своих пьесах, находит какие-то образы, метафоры, то есть, какие-то такие поэтические ходы. Во-вторых, он вступает все время в какие-то тематические зоны, там, говорят, бок щекотки – это одно, да, даже до премьеры – это совершенно другая тема, там, переселение уродов – это третья тема. И вот в этом его какая-то такая особенность. Причем удивительно, что вот Николай Рудковский как раз из тех грамматургов, кто может действительно на заказ написать пьесу. И вот это вот показатель определенного уровня владения профессией, владения ремеслом. Сегодня он работает над бесами Достоевского. Инсценировку заказал Сергей Ковальчик, главный режиссер театра имени Горького. Я отдал ему полную власть. Я рассказал только ту идею, которая мне нужна. Вот, а дальше власть драматургой. Конечно, там, и перечитал его, и даже у меня в голове тут же завертело и загружилось. Вот. Но я согласился только по одной причине. Потому что, по творческой причине, я сказал, я буду писать, только если вы согласитесь, что действие будет происходить в наши дни, в нашей стране. И только мне дали согласие. Это мне стало интересно. Как раз такой концептуальный спектакль, современный, даже, может, такой в польской манере, современного польского театра. Вот это мне действительно вот было очень, как раз вот это вот интересно. Как вот можно на таком как раз контрасте вот именно для этого театра вот писать эту инсценировку. Премьера запланирована на весну 2013-го. И, возможно, Николай Рудковский снова нас удивит. Музыка. 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 Продолжение следует...